Здравствуйте! В эфире «Вечер у Камина» в студии Татьяна Горностаева. Говорят, что мода как еда и не нужно зацикливаться на одном блюде. А стиль есть у каждой из нас, но его нужно найти. А поможет нам с этим наша гостья Юлия Ордолеонова, дизайнер украшений. Юлия, добрый вечер! Добрый вечер, Татьяна! Хочу вас поблагодарить, что пригласили меня в вашу уютную студию. Очень приятно! Юлия, расскажите, пожалуйста, с чего началась ваша история? Как вы стали дизайнером украшений? Дизайнером украшений? Начну с того, что вообще, в принципе, вся моя жизнь была связана с самого детства с искусством. По первому образованию я артистка балета, то есть 8 лет своей жизни я потратила, посвятила искусству. И уже тогда я понимала, что мне очень нравятся костюмы, мне нравится музыка, мне нравится находиться под софитами. И уже вот сейчас, в этом возрасте, я поняла, что хочу чем-то выделяться. И пошло с того, что я переквалифицировалась в стилиста. И дальше мне нужно было как-то выделиться, что-то придумать для своей съемки. Да, мы, кстати, познакомились с вами на съемке. И я обратила на вас внимание, потому что у вас была прекрасная брошь в виде цветка. Они вот здесь у нас представлены. И как получилось так, что вы стали делать эти брошьи? С чего началась эта история? Значит, мне нужно было собрать съемку для одной актрисы. И я понимала, что мне нужен цветок. Я отслеживаю все тренды, понимаю, что это сейчас тренд сезона и будущего сезона в том числе. Но все цветы, которые я находила в интернете, так скажем, они мне не подходили. Я хотела прям выделиться и сделать что-то такое вау. И подумала, почему бы мне не попробовать сделать это самой. В принципе, просто набила в интернете, как сделать брошь цветок. И сделала. Конечно, это был не тот цветок, который вы можете увидеть сейчас у меня в продаже или на мне. Но тем не менее, даже тот самый первый цветок вызвал фурор и на съемки в том числе. И в дальнейшем я вышла с ним, так скажем, в свет, в круг своих коллег-стилистов. И многие захотели приобрести этот цветок. А вот, например, как развивается сейчас ваш бизнес? И что вы предпринимаете, чтобы заявить о себе, рассказать о себе? Ну, во-первых, это встречи. Встречи оффлайн. Обычно со стилистами у нас есть свой круг общения. Стилисты, видя на мне цветы, заказывают их себе и своим клиентам в том числе. У меня очень хорошая аудитория моих личных клиентов, которых я наработала в стилистике. И, соответственно, видя, как эти цветы очень классно выглядят, очень женственно, придают образу очень такой интересный вид, совсем другой, нежели чем без цветка. И тем самым клиенты находятся. Сарафанное радио, я уточню, что, например, начинала я делать их сама, а сейчас у меня уже несколько человек. А я знаю, что и ваша мама участвует в вашем творчестве и помогает вам. Мама — это первый человек, который меня поддержал в этом деле. Большое ей спасибо. Мне кажется, у неё получаются просто безумно красивые цветы. И основную часть цветов сейчас делает как раз-таки она. Она уже просто не справляется с объёмом. Мы уже пригласили других мастериц, которые тоже славно с этим делом справляются. Но, знаете, хочу сказать, что в цветы вкладывается столько любви, и мне кажется, что они приносят прям людям счастье и удачу. А нужна, Юлия, как вы считаете, нужна ли какая-то смелость для того, чтобы выйти в свет и надеть такую красивую, яркую, объёмную брошь? Конечно. Скромным людям, наверное, ни сюда, ни по адресу, потому что смелость, даже дерзкость, дерзость, так скажем, потому что на вас будут обращать внимание каждый проходящий человек и говорящий с вами человек. Мне нравится быть в центре внимания. Я всегда выберу выделяться, нежели чем стоять в сторонке. Я по профессии такой творческий человек. А женщинам, которые немножко, может быть, боятся выделяться и носить такие большие броши, у меня есть, вот, пожалуйста, да, у меня в руках такие малышки, которые будут уместны даже в деловом дресс-коде, так скажем. Ну, не совсем деловом, да, не для банка, но спокойно. И смотрите, я делаю броши по заказу. То есть это индивидуальная, ручная работа, любой размер, любой цвет. То есть то, что вам нужно, мы с вами всё подберём, сделаем. Вот кому подобрать образ, даже я сейчас не в качестве аксессуаров, там говорю, да, а кому легче подобрать образ, не публичному человеку или, например, звёздной персоне? Я знаю, что у вас есть опыт такой работы. Да, у меня достаточно большой опыт работы с актрисами российского кинематографа. Последняя моя работа – это актриса Ольга Кузьмина. Сейчас известна по нашумевшему фильму «Чебурашка». Она озвучивала главного героя. Да, она озвучивала главного героя. И у нас с ней прошли две съёмки. Вот в конце 2022 года она безумно довольна. И в последней съёмке я уже подобрала ей цветок под её образ. Она осталась безумно довольна, мы с ней общаемся очень хорошо. И что касается, кому легче подобрать образ, у меня нет такого разделения. Для меня все равны. Там обычные женщины, да, актрисы, звёзды. Для меня все женщины уникальны вообще в принципе. А у вас же есть такой проект, который так и называется «Преображение», где вы можете помочь женщинам найти свой образ, свой стиль. Как это проходит? Может быть, есть наглядные примеры? Смотрите, проект «Преображение», который делается совместно с моими стилистами и коллегами, куда может обратиться любая женщина, которая хочет выглядеть лучше, которая устала от, может быть, от рутины вот этой, и в свой возраст хочет поменять полностью свою жизнь. Мы подбираем полностью ей образ, начиная со смены прически, цвета волос, и дорабатываем стилем современным. И то, что ей... Ну вот у нас не было ещё случаев, когда женщина бы не понравилась. Может быть, один случай, но там женщина просто была не готова к каким-либо переменам. Ну, вы не случайно взяли сегодня фотографии. Юль, покажите что-нибудь интересное, приведите, может быть, какой-то пример, да? Смотрите. А, вот, кстати, у меня есть фотография, раз мы заговорили об Ольге Кузьминой. Вот фотография, на ней Ольга Кузьмина, актриса, на ней цветок моей ручной работы. Мой бренд Джулия Ди Сета. Повторюсь, да, чтобы вы запомнили и заказывали. Юлия, вы сейчас упомянули Юлия Ди Сета, а вас многие знают под этим псевдонимом. Расскажите, пожалуйста, что это означает, как был придуман и почему. Ди Сета в переводе с итальянского языка означает «шёлковый». Вот, когда я начинала вообще карьеру стилиста, я думала, что бы такое придумать интересное. И начала искать просто какие-то слова, которые мне понравятся. И Ди Сета меня заинтересовала, перевод тем более, потому что, мне кажется, очень хорошо сочетается... Шёлковый путь, путь к успеху, путь к себе самой, возможно, да, потому что... И сейчас очень гармонично, кстати, звучит с тем, что я делаю цветы, потому что цветы у нас делаются также из шёлка, да. То есть это достаточно такой лёгкий, струящийся материал, который обволакивает ваше тело. Поэтому, вот, мне кажется, это прям вот, это я, Ди Сета, это Юля. Да, но у вас красивая очень фамилия, у вас тоже интересная такая с ней история есть. Расскажите вот поподробнее. Моя настоящая фамилия Ардальонова. История касается то, что она... Пишется по-другому. Да, она пишется по-другому. Она пишется через мягкий знак фамилии. Ардальонова. Да, но это была ошибка сделана у моего папы, когда ему меняли военный билет. То есть у всей семьи фамилия правильно пишется Ардальонова через букву И. Вот. И, ну, естественно, мы одни такие сейчас в нашей большой семье, да. Ардальоновы. Ардальоновы, где фамилия пишется через мягкий знак. Так, ну, чтобы просто проще было людям, я говорю, когда меня спрашивают, какая у вас фамилия, я говорю Ардальонова. Потому что если начинать говорить Ардальонова через мягкий знак, будут переспрашивать пару раз, это точно. Так, ну, значит, ваша фамилия прозвучала уже и на неделе моды в Москве. Расскажите об этой истории. Да, на неделе моды в Москве. Она сейчас у нас осталась одна. Season Fashion Week, ее название, проходит в охотном ряду на Красной площади в самом центре столицы. Меня сначала пригласили в магазин русских дизайнеров представлять их бренд. Ну, вот, в качестве дизайнера украшений, чему я была безумно рада. И в дальнейшем, в ноябре месяце, я работала на этой неделе моды стилистом и также стилизовала показы с помощью своих аксессуаров. Вот можно посмотреть несколько фотографий. Какой шикарный образ. Да, безумно горжусь этим показом. Здесь мультибрендовый показ. Все российские дизайнеры, мы собирали им образы. И вот как раз стилизация, можно увидеть, что цветы... Можно носить по-разному. Здесь вот на брюках, да, немного свитер, так скажем, да, в свободном полете и так яркий акцент такой на брошь. Да. Какие еще варианты есть? Можно носить просто, да, на груди цветы. Также, если они не сильно большие, в виде чокера повязывать на шею, в виде пояса, мы уже сказали. То есть, ну, возможностей реально очень много. Тут должна играть ваша фантазия. Можно использовать несколько цветов одновременно. Вот как у вас сейчас в наряде, да, необычно кожаный ремешочек такой элегантный. И вы выбрали два цветка, которые тоже очень замечательно смотрятся. Да, вот сейчас вы занимаетесь дизайном таких брошей, да, в виде цветков. А видите ли какое-то свое будущее? Может быть, есть какие-то планы или создать что-то еще интересное? Вот поделитесь. Ну, вообще бренд Джулия Ди Сетто начинался с того... Год назад я зарегистрировала себя и планировала стать дизайнером одежды. Но в наше непростое время, да, как бы для всего нужны, конечно же, финансы. И очень сложно начинать пока двигаться в этом направлении. Поэтому вот броши цветы у меня сейчас очень хорошо, так скажем, выстрелили, да. И почему нет, я подумала. Я безумно рада, когда получаю обратную связь, на самом деле, когда мне присылают фотографии с моими цветами, говорят, Юль, спасибо. Еще, Татьяна, знаете, вот недавно была на мероприятии, как раз день рождения, да, нежного бизнеса, три года было. И ко мне подходили люди, пару человек, но для меня это просто, это вау, которые говорили, Юль, ваши цветы, просто загляденье. Я так рада с вами познакомиться лично. Я немножко даже как-то так смутилась, потому что для меня это первый раз. То есть мой личный бренд уже работает, и меня узнают, мне приятно. Но есть возможность у мытищенцев прийти и познакомиться с вами лично, взять автограф, возможно, или сделать фото, или примерить ваши броши красивые, когда это будет? Я очень вообще открыта для любого общения. Любой человек может написать мне в любую социальную сеть. Но я сейчас имею в виду дизайн-маркет, который тоже скоро будет, и вы там тоже, возможно, сможете так пообщаться с людьми. Я точно участвую уже в этом дизайн-маркете. Вчера подтвердила свое согласие. 4 марта в ДК Яуза. Я буду там весь день сама лично. Поэтому приходите, будет большой выбор цветов по очень приятным ценам для жителей города Мытищи. Я сама здесь живу, да, безумно люблю этот город. И с удовольствием порадую жителей этого города 4 марта. Юлия, спасибо большое за беседу. Я уверена, что вы получаете очень много комплиментов в свой адрес. И хочется, чтобы и девушки с вашими аксессуарами тоже получали много хороших слов в свой адрес. Спасибо, Татьяна, большое. Было очень приятно. Спасибо, что были с нами. До новых встреч на Первом Итищинском. Первом Итищинском.